Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Номер 471. События дня. Еремея 32, 35. Это эпиграф, я беру, неделю через две меняю его. Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. Это Бог говорит к людям постоянно, и мы должны вписываться в то, что Он нам говорит. 27.03.2017 год. Сегодня новое 28-ое. Далее я говорю, как выходить по скайпу на беседу. По скайпу можете выходить на меня 4.00, Москвы до 16.00. Тоже Москвы. Далее. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу, спросить, когда я буду свободен, и не звонить мне в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Дело в том, что вот так не слушает это, и поэтому мы уже разговаривать не будем. У меня в это время идет запись, идут занятия какие-то, непрерывно звонят и звонят, как маленький ребенок. Но нельзя так делать-то. Сказали, в какое время приходить. В это время что-то делается. Идет запись. Вот где запись идет, написано тихо, идет запись. Везде. Здесь стучит все в окно, в двери. Это одно и то же. В скайпе, на моей страничке и на других ресурсах одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более, чем одно за неделю. Прошу не нарушать сей регламент. Вот так. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. С удовольствием и духовной пользой смотрю собрание общины. Очень радостно и интересно. Поклон общине. Храни вас Бог. Ну вот передайте потом общине, когда будете. Расскажет так. Далее. Рахиль. Игнатий Тихонович, мир вам. Так, допустим, я несу десятину в церковь, а на пути встретила просящего. Вижу и чувствую, надо помочь. Как быть с этой десятиной? Игладил аптем. Вот я беру главное. Быть. Как быть с этой десятиной? Я вот сейчас ее делаю здесь, чтобы заметно было жирным и другим светом красным. Я отвечаю ей. Почему с этой десятины? Есть и другие. Стой и отдай, а это неприкосновенное пока. Тавид, первая глава, шестого стиха. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным. Вы заметите, установлением вечным. Никто никогда десятину не отменял. Никак. Я пояснял почему. Она нам не принадлежит. Это взаимоотношение Бога с человеком. И человека с Богом. Как я не могу понять. Привыкли воровать и все равно. А почему так? На работе мало платят, поэтому я колбасой подпоясался и вышел оттуда. Как мама, говорит, выносят. А другие там где-то в трусы что-то привяжут. Но воровство все равно. Как ни крути. Бог дал тебе жизнь. Он имеет участие в тебе? Ну иначе бы как-то работал. Все органы дал. Кто? Бог. Землю дал. Кто? Бог. Воздух дал. Кто? Продлил мирную жизнь. Кто? Ну на все вопросы, когда ответишь, ты увидишь, что нашего там полпроцента нет. Нашего-то. В сравнении с тем, что Бог-то дал-то. У нас пища от Бога, перерабатывается пища, организм, мозги работают. Учимся. Кто это дал? Бог. Златоуст говорит, почему же вы Бога-то исключаете из своих соработников-то? Ну и делись с Богом-то. Ты не один работал. Ты куда-то ездил с кем-то, ну, нанялись что-то строить кому-то. Ну делите или пополам, или если ты больше знаешь, он меньше, ну, норма, разряда существует. Ну по какому разряду с Богом-то себя? И Бог говорит, десятина. Ну откуда известно, что это Божье? Ну а так непонятно. А дальше он говорит, меня обкрадывайте десятиной. Вы не просто воруете где-то. То называется вор. А что меня обкрадываете, только один раз это говорится. О десятине. Она нам не принадлежит изначально. А ты столько лет жил, воровал ее. Ворюга несчастный. Пропащий ты человек. Вот что мы услышим. Богу принадлежит все. Но он нам 90% поддает. И говорит, пользуйтесь разумно. И вот мы считаем об этом человеке, который платил не одну десятину. Так, установлением вечным, с начатками, десятинами произведений земли и начатками шерсти овец. И отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Левииным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме. А третью вдавал, кому следовало, как заповеду дала мне Девора, мать отца моего. То есть бабушка учила его. Когда я после отца моего остался сиротою. Вот интересно. Вот она, бабка говорила это. И он это помнит. И это все записано в книгу. Сыны Рихауа мы читаем. Отец умирал. Но обычно-то отцы дают какой-то наказ. Там, сын, там вот то-то делай, то-то после меня, то-то. Вот я наказываю. Ребята, не забывайте голубей покормить. Ну, сдохнут они. Воды налейте. Так, самое важное. Самое важное мы обязательно наказываем. А это она наказала, мать-то ему, бабка наказала. Что? Десятину отдавай, сынок. Ну, какой, мне интересно, какой наказ нам-то наши родственники дают, когда они не платили. Они все воры. И мы должны это сказать. Бог заповедует. Это заповедь Божия. И я отвечаю ей. Она мне перед этим написала, дескать, у меня муж из-за десяти, ну-то против, там так, неспокойно видит себя. А если я еще и другую буду отдавать, я говорю, это твое дело. Меня спросили, я отвечаю. Дальше. Игнатий Лапкин, это не я говорю, а то вид. Первое, обязательно. А далее, как сердце поставлено. Ну, как ты? Второе ты можешь не платить. Третье можешь не платить, но ничего не получишь. Кто щедро сеет, щедро жнет. Вот. Я не могу тебя на это наставить. Мы одинаково. Пришли и первый раз слышим Слово Божие. Я первый раз это услышал в 62-м году. Первый раз. Мне никто не говорил. Вот это же, которое я рассуждение даю. У меня не было тогда рассуждений. Просто десятина. И мне как озарение какое. А все, что есть, это не мое. Я плаваю на море. В это время работал матросом. Я знаю, что и море создал, и волны, Бог. И мы едва не утонули. Это Бог. И мы работаем на опасном месте. И назывались гробовые нам платили. Там, где глубинные бомбы остались, не взятые. И не уничтожены еще. И платили, да я понял, все от Бога. И почему я должен давать-то десятину-то? Мне это положено было на сердце. Дух мой возгорелся. И никто мне не объяснял. И ни день, ни два. 54 года позади. И не одна десятина, а девять. Я когда спрашиваю, встречал пять десятин платят. Как? Ну на двух, на трех работах работал. Для Бога. Я ей отвечаю. Поэтому такое у меня во всем благословение. Чего бы не начал делать благословение. Молитву помолился. Благословение. Я говорю, какая у меня большая радость была в воскресенье. Самый лютый враг, поноситель. Просто абсолютно одержимый духом злобы. И вдруг сообщает, готов встретиться и принести всенародное покаяние за ложь. За клевету, за злобу, за ненависть. Ну, еще не вышел, но уже все сказанное было. Дальше я не знаю. Время подбирают когда или что-то. Но уже все это я в интернете выставил. Это разве не молитва? Так. Ну вот относительно того, что было. Ну, я сейчас закрою немного и покажу. Посмотри, открываем наши ресурсы. Вот это мой мир. И в моем мире, ну вот я здесь в шапке, а где с голубем, там я не бываю. Там модераторы ведут. И вот здесь, я к чему это сейчас говорю? А затем, что зашел себе человек, что он написал? Ну, оно мелко так. Вот, это тебе оттуда же нельзя это снять? Ну, лучше ворд. А? Ворд лучше сделать. Ворд лучше сделать. Ну, ворд я сейчас и сделаю. Так. Вот я говорю, кто это пишет? Сергей Игнатов. Он может даже и слушать сейчас. Это я ночью получил. Мне надо скопировать. Вот смотрите. Ну, это он говорил еще 2-го, 6-го февраля. Вот я скопировал. Сейчас переношу в ворд. Ну, это минутное дело. Включаю. Разворачиваю листик. И контр-лв. У, какая мелочь. Теперь я заактивировал и сразу перевожу. Видите, как ничего не видно здесь. И в 20-й, ну, может даже в 18-й том. Это размер. Это сильно большой размер. Да сделаю еще и жирным, чтобы хорошо было видно. Так, видно? Видно, видно. Вот. Вот теперь считай. Сергей Игнатов. Часть первая. Спаси Христос, Игнатий. Дорогой Игнатий Тихонович. Прошу еще твоих святых, укрепляющих меня молитв. Недавно на сайте Елицы я разместил свое письмо. Своё, видимо, письмо. Её поставлю здесь. Которое прислали и тебе. После этого письма администрация сайта аннулировала мой аккаунт. Вот что я после этого написал знакомой мне модератору Надежде. Кавычки открыты. Спаси тебе, Христос, Надежда. Я помню, как ты помогала мне открыть на сайте Елицы страничку нашего святотихоновского прихода города Угледар Донецкой епархии. Позже была открыта другая страничка под названием «Святотихоновский храм. Город Угледар» 26.03.18 года с сайта Елицы был удален мой аккаунт. И у меня возникли вопросы к модераторам сайта. Этому предшествовало размещение мною одного обличительного письма по поводу недопустимости чтения Слова Божьего. Псалмы, пророки, апостол, содержащие божественную премудрость в такой форме, что прихожане не могут его понять из-за невнятной речи, скороговорки, заглатывания чтецом окончания слов, а также очень слабого понимания прихожанами церковно-славянского языка. Вот заметьте, я вам сколько раз говорю, вот у тебя, допустим, ты считаешь, когда, допустим, ся, ся в конце, заглатываешь и все, ся это притяжательное местоимение, это частица. Мыть, это мыть, я что-то мою, а мыть ся это к себе, я себя мою. И вы четко это произносите. Ну не слышится, особенно когда меня, мя, вот считайте, я это делал Игорю Глушкову, вообще не слышится, что-то мякнет не слышно. Я говорю, ты сам даже себя не слышишь. Ты же считаешь для народа, ну считают, вот молятся у нас даже, ну во время собрания-то, ну здесь даже записано, рядом ты стоишь записываешь, и здесь на полной мощности ничего не могу расслышать. Ну что это, разве так годится? Ну ты глухой. Ну я-то глухой, не глухой, а слабослышащий. Так, но почему я, когда в Покровском соборе бываю, а он в сто раз больше нашей комнаты, ну не в сотом, поменьше, я стою в конце, и они считают, я слышу без всякого аппарата. Здесь стою рядом, они слышат, что я другой или кто? Вы другие. И там они более ревностно считают, даже непонятное. И вот здесь он пишет абсолютно правильно. Спаси Христос, Сергей. Да. Это я увидел и услышал в Харьковском Свято-Покровском монастыре. Если я кого обидел своей статьей, то простите, и если можете, то восстановите мой аккаунт ради Христа. Просит хорошо, хорошо, умильно просит, но не знаю, восстановили они или нет. На свое письмо я получил следующую информацию, кавычки открыты. Здравствуйте, ваша страница была удалена из-за пропаганды секты. Секты, и дальше они показывают, какая секта, 27-го, какого числа. То есть за то, что Сергей Игнатов распространяет пропаганда секты. Дальше. Так, учитывая возводимую твоими недоброжелателями кривету волков в овечьей шкуре, я написал следующее письмо, кавычки открыты. То есть он уже им говорит, кто они такие. Спаси Христос, дорогая сестра во Христе Надежда. За свои 57 лет я многое испытал, но прозрел тогда, когда, по милости Божией, начал добросовестно изучать на русском языке по толкованию святых отцов все священное писание, которое, по словам апостола Павла, богодухновенно, поучительно и назидательно. Когда знакомился с апостольскими правилами и канонами Вселенской Православной Церкви и отдельными трудами учителей Церкви. В этом мне, по милости Божией, помог исповедник православной веры, 77-летний религиозно талантливый чтец креста Воздвиженской общины РПЦЗ и автор 38 книг Игнатий Тихонович Лапкин. Он все рассказал, исповедник, она должна была заинтересоваться, а что это за книги, так или не так, услышали ли вы или нет, вот меня интересует. Она же тоже молится, это Надежда-то. Она не со зла это сделала-то. Ну давайте доброе увидим в ней это. Она бережет свои, чтобы не заразили ее там, она же ведет это дальше. За то, что он распространял записанные на магнитофонной пленке, начитанные им проповеди Иоанна Златоустова и архипелаг ГУЛАГ Александра Солженицына, когда он еще не был известен и прославлен. Его КГБ СССР посадило в тюрьму. Ну так он перечислил только Златоуста, а 50 книг насчитано, все жития, 12 томов, 5 томов, добротолюбие, ну 50 книг аудио. И по всей стране распространил, архиереи там присылали, монастыри, она не знает этого ничего. Ну не знает, она не знает, я повторяю, она этого не знает. Как она могла определить, что там есть секта? Никак, в интернет. А там недоброжелатели что-то говорили. Ну ты про патриарха-то посчитай, что пишут-то. Посмотри, как его изображают-то. На какой ведьме он верхом едет-то. Почему ты это не взял в внимание? А про Путина что говорят и пишут, и показывают? Что все время он за решеткой сидит. Как-то можно так верить? Там ты веришь или не веришь, я уже не знаю про это, но здесь-то ты должна была помолиться. Поэтому на меня нисколько не действует. Когда человек говорит, а я не знал. Я на это отвечаю, ты не знал. Запиши, не знал. Но ты молишься, и мы уподобляемся святым. Написано, и же Херувимы тайнообразующие. Как тебе, как Херувиму, Бог не открыл-то, что это ложь? Но ты на молитве-то стоишь, почему тебе ответа-то не было? Вот мне сейчас говорят, надежда эта, она баптистка затесалась. Я не могу этому верить, я не знаю ее. Меня о ком спрашивают, я говорю, не знаю. Но вот Глеб Грозовский сидит там за совращение малолетних. Я только молиться могу о нем. Ну уже все, посадили, уже из Израиля его в наручниках привезли. Сидит уже здесь теперь. Не знаю, не знаю. Я не могу сказать. Я молюсь, только молюсь, потому что много клеветы может быть. Он не сознается. Мать его говорит, там друзья, у него друзей много. Ни одного слова против него я нигде не сказал и не скажу. Почему? У меня страх Божий есть. А вот и надежда, пусть она сама определит, есть страх Божий или нет. Она занесла нас в секты. Дальше. Он ей говорит мою биографию. Так, мнимые праведники и фарисействующие волки в овечьей шкуре, которых он обличает исключительно во свете Библии. О, люто! Нет, люто, это его я так просто попал. Ненавидят и завидуют его плодотворной работе во славу Господа. Он признает благодать РПЦ МП, а митрополит Алтайский Барнаусь... Прям МП? Что пропустил-то? Нет, не пропустил МП. А митрополит Алтайский Барнаульский находится с их креста воздвиженской общины в каноническом общении и служит на престольном празднике в православном поселке Потеряевка. То есть там он сам об этом говорит. Не он, а мы находимся с ними. Ну тут я не выживаю, там разница-то. О них много поведано в документальных фильмах. Там очень строго, как в монастыре. Не пьют, не курят, не воруют. Добросовестно трудятся, воспитывают своих детей в православном духе. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы разобраться, какой он верный ученик и воин Христов. Я не прочитал, я беру просто с текста, сейчас только я ночью встал. Я не знаю, тут может быть у меня будет гвоздать, бить. Я открываю как есть. Один-то где-то вышел утром, он начинает такими словами, говорит, ну только гранищащие с безумием. Я все равно опубликовал и все. Он лжет. Ну мои считатели пусть сами разбираются. Я многим ему обязан в своем духовном росте, в истинной православной апостольской вере, о которой могут знать все ищущие правду пытливые христиане, исследующие Библию, каноны православной церкви и труды ее учителей. Игнатий Лапкин не сектант, как это пытаются представить парисействующие священнослужители, типа сектоведа Дворкина. Книга этого господина Дворкина о сектах, описание мерзости, которую неприятно читать. Книги Лапкина Игнатия Тихоновича – это острое православное копье, которое ни точить, ни хвалить не надо. Он разит нечестивых не в бровь, а в глаз, вдохновляя читателей к изучению Слова Божия. Игнатий Лапкин, который не нуждается ни в честь защиты, потому что с ним Господь Иисус Христос. Он многих баптистов и сектантов привел в русскую православную церковь МП, защищает нашего патриарха Кирилла от необоснованных нападок. Хотя, бывает, и облечает, как этому учат апостол Павел и святой великий Иоанн, притеча Господень. Вот видите, сколько написал, все. Ну ты можешь верить или не верить. Но я каждое слово скажу, да, именно так. И кроме того, сейчас в Алтайской метрополии Московского патриархата у них там выходит журнал «Покров». И в нем, в этом журнале «Покров» поместили статью доктора богословия, профессора Бочкова Павла. И он говорит, Игнатия там всяко могут говорить, но тысячи людей, которые пришли, это куда мы денем? Мы все до одного в Московский патриархат. Вы священников этих можете знать, видеть, говорить. Это-то не сокрыто, говорит. Часть вторая. Не мог бы Игнатий Лапкин сделать в своей жизни то, что он сделал, если бы с ним не был Бог, которого он любит, и Господь его хранит. Молюсь, чтобы Господа открыл глаза неистовым критиканам Игнатия Лапкина, как когда-то открыл духовный отчий гонителю христиан Савлу, ставшему после явления ему Христа первоверховным апостолом Павлом. Храни тебя, надежда Господь. Я вас, тружеников во Христе, на сайте Елицы всех люблю и не имею на сердце никакого зла за аннулирование моего на Елице аккаунта. А то у меня их было на сайте два одновременно. Какой простой он, мужик-то, а юрист. И все говорит. Мне непонятно, на их сайте что-то, аккаунт, как это можно сделать? Допустим, у меня видеоканал, и как кто может какой аккаунт создать? Ну это не видеоканал, это форум, типа как. Вы можете удалить же там, вы же удаляете каждое утро роботов там. Ну роботы там находят правильно, я бы тысячи удаляю, а не сотни. Но я вот это не знаю, аккаунт, то есть запретить ему вход или что? Да. А, ну тогда это понятно. Еще скажу, что мне раньше было лень подниматься ночью на молитву в 00.40 по Москве, по скайпу, который ведет Пупков Сергей из Барнаула. Наберите в скайпе Пупков Сергей 1, латинский. Да. И молиться вместе с Игнатием Тихоновичем и братьями во Христе. А после отражения меня из сайта делицы, Господь укрепил меня и дал силу молиться, как это делал царь и пророк Давид, Псалом 118, молясь 7 раз на день и в ночь. Псалом 118, 164 стих. Да. На этом все. Низкий вам поклон. Недостойный Сергей Игнатов, прихожанин Свято-Тихоновского прихода города Угледар, Донецкой епархии. Женатый, двое взрослых детей, работают юристом на шахте Южно-Донбасская, номер 1, 27-й. Не относятся, которые там отделяются, что ли? Донецкой области? Тут нет. Не знаю. Донецкой епархии. Я тут не понял, он к Украине там, и которая там, ну, Киеву, или которая здесь, где Луганск, там прочее. Ну, думаю, это украинская православная церковь-то еще. Ну, ладно. Дальше. «Спаси Христос! Господь сказал преемнику Моисея Иисусу Новину быть твердым и мужественным. Такими будем и мы, прихожане Свято-Тихоновского прихода. Поэтому пусть, в кавычках, стесняются приходить в храм люди с заразными болезнями, пока человек не выздоровеет. Мы приходим в храм к Богу, чтобы коллективно вознести свои покаянные молитвы и прошения, и воздать хвалу нашему Спасителю Иисусу Христу, а не к священнику или для общения с прихожанами, кроме совместного труда или занятий по изучению Священного Писания. Что же касается публичной огласки твоего и моего письма священникам, то я при встрече порекомендую ему сначала встречаться с авторами письма, а потом говорить о них публично. Нас всех, от прихожан до священника, нужно воспитывать и вразумлять Словом Божьим. Мы вместе собираемся только в храм на молитву, а потом живем разобщенно, разобщенно, как будто у нас нет христианской общины, какая была у первых христиан, о которых написано в Деянии Апостолов. Храни тебя и близких, Господь. Скажу тебе, что ты умничка, Ксения, пишешь грамотный по делу. Бывают, правда, спорные моменты, но с изучением Библии, апостольских правил, канонов Вселенской Православной Церкви, которые, как положено, даже священники, к сожалению, не знают, дело наладится. Это кому-то он пишет, какой-то болящий. Выздоравливай, приходи каждое воскресенье в 12.00 на коллективное изучение Священного Писания с толкованием святых отцов. Там идет ибо обсуждение нашей внутреприходской жизни, хотя настоятель храма участия в этом пока не принимает, ссылаясь на свою большую загруженность. Поэтому за него нужно особо молиться, чтобы он пылал любовью к прихожанам. Был как батюшка для нас. То есть как отец родной. А мы не прикрывались, как он, в общем, с горечью сказал, православной верой, а были христианами на деле, а не на словах. Мне тоже многого чего не хватает. Особенно любви ко всем людям, трудолюбия и горящей веры, подтверждаемой делами. Помолись и обо мне грешном. Спаси тебя Бог. Игнатов Сергий, 6.02.2017 год. Ну вот видите, что я все это высветил здесь, показал. Ко мне когда пишут, я никакого здесь не делаю исключения. Что? Сергей Игнатов. Ну ладно, закрою. Ну и далее наши ресурсы сейчас показы, и дальше мы будем дополнять. Второе это наш форум, православный форум. Вот у нас большой форум, 1600 тем, очень большой. На форумах везде скандалы и другие. Вот у нас, допустим, ну сколько, полгода прошло, и ни одного скандала нет. Ни одного. Почему? Но не два человека приходят, в среднем 350. Вот я не знаю, сколько сейчас вчера пришло. Ну за вчерашний день это мы отсчет пишем. Сейчас я гляну. Ну немножко приходят. 312. Бывает 350. Вот дальше 400. Было 500, 600, 700. Ну где-то не выходит. Дворкин напал на один день. Было. И сразу в 20 раз увеличился приток людей. Ну люди заинтересовались и пришли. Далее у нас очень богатый, вот, этот православный видеоканал. Везде у нас во свете Библии открытым оком. Вот потом я посмотрю, уже двое как-то пришли. Вот каждый день у меня в среднем 5-6, бывает и больше роликов. А в воскресенье было даже, кажется, 11. Потому что ходили на благовестие, там все такое. А теперь вот старцы. Сколько здесь? 26. Это про вас говорится-то. И не просто так. Ты себя даже здесь где-то, да ты везде себя увидишь. Что означает старцы? Вы когда беседовали о старцах, увидите. Вот номер один, потом оторвано будет номер два. Вот вчера заходило, человек один был. И так постепенно мы это опубликуем. Ну а теперь самый большой ресурс, это наш православный библейский сайт. Название православный библейский. Вот такое даже название сайтов. Сайтов-то много. Заряжаешь православный библейский сайт. Ну, может быть еще где-то есть. Даже для... Ну, просто можно это зарядить, проверить сейчас. Заряди сейчас вот сюда. Православный библейский сайт. Так. Ну, вот это еще помешается. Давай. Православный библейский сайт. Сейчас мы на ходу. Я даже не знал, сколько их находится в гугле. Библейский сайт. Сразу выскочила на кого? На нас. Православный библейский сайт. Ну, наша община. Второе. Скачать книги. Игнатий Латкин. Во свете Библии православный сайт нашим. Православный форум. Игнать, почему именно она другие-то не дала? А вот есть что-то. Вот, вот. Равно, вот. Где? Не-не-не. Вот, вот. Портал Евангелия. Ну-ка, давай глянем, кто это такое православный. Да все, больше нету. В конце. Православный библейский сайт. Еще один есть. Вот, а теперь два. Ну, еще тут разобраться, кто, от кого и раньше. Православный библейский сайт. А, это про нас же тоже. Опять же? Да. Ну, тоже ничего нету. То есть, такое простое название. Оно несовместимое. Говорят, ну ладно, православных много, библейских много. Ну, там, у еретиков и сектантов. Ну, православный библейский. Вы зачем слова-то поставили? Такого быть не может. Вот, однако, может быть. И об этом не я говорю, только кто выступает, там, Максим Каскун, Владимир, этот, Головин из Болгары, город, везде. Ну, все, которые знают. Олег Стеняев говорит. Об этом Андрей Кураев говорит. Это, ну, все это знают. На первом месте стоит Библия. Ну, и вот здесь самое главное, как я считаю, 424 ответа по темам. Вот, заходите, наш библейский сайт. Зарядите, вот такими словами, православный библейский сайт. Все, вы будете уже с нами. Ну, и далее мы сейчас будем добавлять. Теперь мы идем по теме семья. Вот, смотри. Это Сергей Игнатов, мне надо вот зарядиться, да, убрать. Вот, теперь. Я уже вчера днем здесь все приготовил, считать. Это мне вопросы задавали в университетах, школах, по радио, там, везде, где было. И тогда я их озвучил вот здесь, в книгах своих. Вопрос 1288, четвертый том, открытым оком. 30 томов у меня в книжном варианте называется открытым оком. И еще три тома в интернетной версии, но уже я перестал издавать их. В апостольском послании есть такая фраза. Брак у всех да будет честен, и ложи непорочно. Евреям 13.4. Но ведь речь идет о браке. Как же ложа будет непорочно? Разве интимная близость не главная в супружеской жизни? Это вопрос у меня в записка поступила. Может, может ли один из супругов отказывать другому в интимной близости? Если нет гармонии в интимных отношениях, можно ли за помощью обращаться к психологам, сексологам, другим специалистам в этой сфере? О! Куда? Там только одно упражнение в посте. А теперь куда? Стиксологи, патологи, ну разные извращенцы. А можно ли к ним обращаться? Я, наверное, что-то студенты у меня были на занятиях там или кто-то такой. Я отвечаю. Ответ. Ответ всегда на любой вопрос нужно искать только в Библии, если он задан конкретно по священному писанию и часто где-то рядом, около заданного стиха. После развития церкви пошло не по апостольскому пути, а по пути пустын от жителей, которых никто раньше не знал. А после их смерти они были объявлены святыми, а затем непререкаемыми авторитетами. И, наконец, стали на место Библии. Вот конкретно-то. Почему они так теперь сегодня и дальше? Сегодня книжные полки заставлены ответами маститых архимандритов и священников, таких как Амбросий Юрасов, протеерей Валентин Мордасов, диакон Андрей Кураев, переполнен интернет. Это я говорил, ну, допустим, в 2000 году, минимум лет 15-17 назад. И почти невозможно найти ответов, которые полностью и во всем опирались бы на священное писание. Дальше. Евреям 13-4. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелебодеев судит Бог. Ложи портятся, порочатся, порочатся, измены одного из супругов, когда на это ложе восходит незаконный пришлец. Бытие 35-22. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валою, наложницей отца своего, Иакова, и услышал Израиль и принял то с огорячением. Бытие 49-4. Но ты бушевал, как вода. Не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего. Ты осквернил постель мою, на которую взошел. Притча 7-6-23. Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее, и шедшего по дороге к дому ее, сумерки, вечер дня, в ночной темноте и во мраке. Заметь, он говорит, смотрел в окно дома моего, видел, но светло было, это не наружка какая-то, наблюдение было-то. И как было в сумерке, то есть еще так можно видеть, в вечер дня, потом в ночной темноте, и, наконец, во мраке, где пальцы не видно от протянутой руки. Так он увидел сколько раз? Он его видел, ну, и в сумерке видел, и все, и во мраке. Или он это духовно называет одной и той, даже днем, если приходил, он во мраке утонул, помрощенное сознание. И вот, и вот, навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. То есть без платка, как правило. Ноги ее не живут в доме ее. То есть у нее обязательно высокие каблуки, юбка разрезана сзади, или она в одних трусах, и лямочек даже нет, на одних грудях только держится этот покров ее. То на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Капканы ставит, зайцев ловит. Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицом говорила ему, мирная жертва у меня. Так, обожди, я сразу остановлюсь. Он в окно смотрел, и в окно, и через решетку, то есть его не видно было, через жалюзи. Как он услышал, что она ему говорит-то? Ну, на площади она говорила, а он сидел за решеткой дома, и он все это видел и слышал. Вот вопросов сколько дальше? Мирная жертва у меня. То есть она, у нее мир, за грехи она жертву не принесла, только мирно, все каждый день благополучно, она поймала, кого хотела, но она выходит на добычу. Еще? Сегодня я совершила обеты мои. То есть, что она обещала, это сделала, и сегодня она свободно идет, опять на новые подвиги. Поэтому и вышла на встречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, убрала, или убрала, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирную, алоем и корицею. То есть откуда у нее все деньги-то? Где-то она заподрабатывает? Или муж ей это оставил? Дальше. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу. То есть в командировке муж? Кошелек серебра взял с собой. То есть аккредитив, раньше деньги брать можно было, ну, взял с собой карточку пластмассовую. Придет домой ко дню полудня, полнолуния. То есть через месяц только явится, она уже знает, свободная. Множеством ласковых слов она увлекала его. Увлекала или увлекла уже? А, увлекла его. Ну почему ты три ошибки уже сделал на этом? Смотри, чтоб не увлекла тебя какая-нибудь здесь. С мягкостью уст своих овладела им. Татьчас он пошел за нею, как вол идет на убой. И как пес на цепь. И как олень на выстрел. Доколе стрела не пронзит печени его. Как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибель ее. Все. Он показывает в интернете. Молодой парень, видно, что кончил институт, ему должность дают. И дядя ему никто наказывает. Ну смотри, ты молодой, а у тебя там такие в отделе-то будут. Смотри, себя береги. И вот они-то услышали все. И одна за одной заходит, ни слова не говорят. Дверь прикрывает, трусишки сбрасывает и наклонилась. Он от нее в сторону. Слава Иисусу Христу. Да заходят там все люди на ноги, все красивые-то. Он выдохнул за дверь. Ты только за стол садись, а вторая заходит такая же. И опять устала. Та же самая история. И он уже не знает, что карман набил этими трусиками, чтобы люди-то не видели-то. Одна за другой идет. То есть сегодня дело-то еще опаснее. В толковании Иоанна Златоуста мы находим разрешение в том, что, как говорит он, если одна половина не желает принимать другую, то апостол как бы садится на брачный постель и уговаривает эту несогласную сторону. Уступи. То есть вот она же спросила, теперь смотрели, почему там сквернено. А теперь показываем, вопрос задан, что я... А если супруг один там устраняется? 1 Корифинам 7.4 Жена не властна над своим телом, но муж, равно как и муж не властен над своим телом, но жена. Исключение составляет момент, когда жена находится в нечистоте. Левитам 15.25 Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во время истечения нечистости... Во все время... Слово опять пропустил. То во все время истечения нечистоты ее, подобно как продолжение очищения своего, она нечиста. Левитам 18.19 И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. Иезекииль 22.10 Наготу отца открывает у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилует у тебя. Жена не хочет в это время, она насилует, добивается. Вот ответ, вот посчитай сколько ответов. Люди получили ответ не от меня, вот только сразу здесь 4 места священного писания надо открыть. Сегодня священники так не отвечают. Ни одного нету я не знаю, просто не знаю. Ну может быть где-то есть. Дальше. Если же случится, что один из супругов по каким-то сторонним причинам, даже ссылаясь на свою усталость и нежелание, будет отказывать в близости к законному супругу, то он может подать повод маловерному к измене, от чего да избавит нас Господь. Это я беру не от себя, а Златоуст говорит. Златоуст говорит, что апостол Павел говорит, не уклоняйтесь друг от друга. Он как бы садится на кровать и уговаривает, ну ступи, ну чтоб хуже-то чего не было-то. Это не мои слова-то, дальше-то. Случается так называемая дисгармония, оскудение силы. Библия нигде не дает никакого намека на то, чтобы искусственно искать топливо для разогрева. Ну да, там говорят, что в Ягру там разное, еще там еще. Я называю топливо для разогрева. И кому-либо обращаться за этим. Брак служит для погашения огня, как сосуд с водой для погашения факела, чтобы от него не запылало все окрест. Второзаконие 21.17 Но первенцам должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется. Ибо он есть начаток силы его. Ему принадлежит право первородства. Начаток силы его. Речь о чем идет? О том, что он может к семейной жизни. Не то, что он гели там поднимает или еще. Начаток силы его. 1 Коринфянам 7.9 Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. По порядку я беру уже минимум 6-7 раз я уже Библию открыл на один ответ. Сегодня православные учения, невозрожденные свыше пастыри, настолько скособочили. Сделали такие ужасные перекосы, что из христианства сделали тюрьму и духу и телу. Монашество буквально умертвило живой евангельский дух, принесенный Христом. Нигде нет даже намека на то, чтобы из откровения Божия, из пришествия Сына Божия на землю, сделать жизнь человека такой мрачной и неподъемной. Из царства Христа сегодня строится царство попов и монахов. Это я говорю, объясняю. Люди записывали на магнитофон, а потом с магнитофона сюда переписали. Евангелие от Матфея 23.4 Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Связывают бремена относительно семейной и супружеской жизни, запрещая соитие с женой в течение года более чем 300 дней. Все постные дни накануне воскресных и праздничных дней. В первоапостольской церкви был только один пост, великий перед Пасхой, среда и пятница. В эти дни и было воздержание. А потом придумали, когда интернизацию императора, надо каждый год записывать, какой император. Или в эти дни нельзя, да при чем этот император-то, какое он отношение имеет? Почему третий вмешался, на ложе ложится здесь император? Какое он отношение имеет ко мне? Постные дни, там можно накануне постного дня, я поясняю. А таких дней, которые постные у православных, две трети, две трети. Первое, Карифеном 7,5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Смотрите, мы уже раз в восемь открыли Библию. Дальше. Когда апостол Павел говорил это, то мог ли он предположить, что монахи, лишенные радости семейной жизни, будут налагать такие бремена, которым сами никогда и не прикасались? Филиппийцам 4,4. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Но только все должно быть, как у людей церковных, благоразумно. Римлянам 13,13. Как днем будем вести себя благочинно? Не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Первое Коринфянам 7,35. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Развлечение называется это Саития, там не было другого Саития. Первое Коринфянам 14,40. Только все должно быть благопристойно и чинно. Так, песни, песни, 7,7 по 12. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоей миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда. И запах от ноздрей твоих, как от яблоков, уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему. Услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Как угодно толкую, но слишком уж яркая картина. Так, песни, 8,3. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Ну теперь покажи, это в каком положении, чтобы рука была левая там, а правая сверху? Ну как, вот так вот? Ну вот так, значит, только ты лежа показывай, не стоя. Вот так. Под головой. А под головой, под, то есть внизу. Тут яснее не скажешь, что они близкие, никто им не запрещает. Монашества еще не было. Сегодня исповедующие иеромонахи ставят молодому супругу такие вопросы, что невольно думаешь. Подумаешь. Подумаешь. Что в данной ситуации исповедуемый является инструктором по интимным вопросам, а лишенный семьи получается у него. Как у тебя рука была, и не трогал ли жену за грудью? Это мне говорит не кто-то, но женился недавно, и священник исповедует ее и говорит. Я даже не знаю, что ей отвечать. Я в это время не помнил, задевал, не задевал. Инструкцию там Юрасов написал. Притча 5,18. Источник твой да будет благословен. И утешайся женой юности твоей. Ну и что? И куда теперь остальное деть, что налепили здесь? Да надо, просто молитва. Но не больше. А дальше, говорит, как узнал, что она забеременела, прекрати связь. Ты увидел, говорит, что уже посеяно всходит. Ну второй раз ты не ходишь, говорит, на то место не сеешь. И дальше. И пока не кончит кормить ребенка, никогда не было, чтобы она исполняла роль жены. Когда ребенка от груди отсадит. Вот теперь и посмотри. Тоже не часто было, но и не так, как сегодня. Так, дальше. Ты говоришь, скривив лицо в страданье, что мир погиб в неправде и во зле. Но если уж Христа, Христа продали, то что не продается на земле? От поноги до разовых салфеток, от украшений до могильных плит. Всем под луною вертят так и этак. И только покаяние устоит. Со всех сторон одни и те же фразы. Самвонов и трибун, похожий стиль. Проказа же останется проказой, на чьем бы теле не пришлось цвести. И берег левый вряд ли станет правым. А берег правый, впрочем, суть ясна. Зачем мудрить, зачеркивая здравость? Что общего, за исключением дна? И пусть толпою же пророки бродят в погонах или в рясах. Все равно на дне соединение происходит. Но горе вам спешаще на дно. И романах, роман, роман, матюшин. Он стонет и стонет, и жировли, белое купола, кладбище. И вдруг такое выдаст в другой раз. Но он развелся. И он знает, о чем писать. Вот так. Этот на один вопрос я отвечаю больше десяти раз. На него надо писать. Все уже подписано. Теперь. Это мне мешает, я его уберу. Теперь далее. Все готово, подписано. Считай. Вопрос 3944. 28-й том, открытым оком. До перестройки много слышала о свободе на Западе. Но теперь мнение мое пошатнулось. Когда узнал об их законах. Когда за одно слово, жена может посадить мужа и могут оштрафовать за собственное воспитание детей. Если оно не сходится с государственным. Чем это вызвано у них? Жену, говорит, изнасиловал. Жену изнасиловал. Вот это статья. Ответ. Тем, что все промасонено, что близко пришествие Антихриста, которому искренне верующие христиане и не нужны, а нужно свое произведение. Так, кавычки открыты. В отдел заступничества Московской церкви Ивангельских христиан-баптистов поступило сообщение от верующих из Германии. В котором они пишут, кавычки открыты, в пятницу 14.01.2005 года. Наши братья и сестры по вере Ольга Ланге, проживающие по адресу улицы. Не надо адрес считать, прочитай. Так, у них 12 детей и 16 внуков. Получили из прокуратуры города Билефельда приглашение для тюремного заключения. Приглашение, как культурно они делают. Приглашение на кладбище. В январе прошлого года эти родители по религиозным убеждениям не разрешили своим детям вместе с классом посетить представление в театре. После этого состоялся суд и их оштрафовали. Штраф они не уплатили, теперь их хотят посадить в тюрьму. Абсолютно все. Имена, все. Так, семьям Блок, Паульсплет, Трифонникхини, Гайфлинки, Трубель, проживающие в городе Падеборне. Также присудили денежный оштраф за то, что они по религиозным мотивам решили обучать своих детей дома. Дома даже. Вот тут дома не разрешают. Вот теперь имей ребенка. В настоящее время идет настрой общественности против христианских семей путем публикации различных клеветнических статей в газетах. А люди бежали на запад, христиане, орвались туда. Ой, там свобода. Вот она, ваша свобода. Христиане Германии просят молиться и ходатайствовать, чтобы были отменены все решения суда в отношении вышеупомянутых многодетных семей, и они могли бы обучать своих детей самостоятельно. Штрафы накладывают? Эти штрафы немаленькие. Я сейчас покажу, какие штрафы. На сайте отдела заступничества приведены адреса, по которым можно посылать их ходатайство. Так, Иезекииль 34.4. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. Ну, это было при Иезекииле. Третья Маковейская, 7.4. Они-то привели их в оковах с насилием, как невольников, или лучше, как наветников, и без всякого рассмотрения и исследования покушались погубить их, изобретая жестокости, лютейшей даже скифских обычаев. Дальше. Так, стих отворения. Хороший стан, чем голос звучный. Иметь приятней восток рад. Вам это пояснить я басня рад. Какой-то становой, а с собой довольно тучный. Становой. Надевший ваточный халат, присел к открытому окошку и молча начал гладить кошку. Вдруг голос горлицы внезапно услыхал. Ах, если б голосом твоим я обладал, так молвил пристав, я б у тещи приятное пел в тенистой роще, и сродников своих пленял и услаждал. А горлица на то головка похащала, и становому так ворку и отвечала. А я твоей завидую судьбе, мне голос дан, а стан тебе. Козьма Прутков. Ну, Козьма Прутков, это не личность, а несколько человек под этим. И жемчужников, там другие подписались. И относительно штрафа, мне тут попросили молиться. Вот посмотри, какое. Володя, смотри. Молитвенный бюллетень РХР, март. То есть 17-й год, совсем. Русская христианская радио РХР. Миллионы русских для Христа. Трудности и благословения в служении РХР. Вот, я повелеваю тебе, будь твердым, мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь. Иисус Новин 1.9. Вот мы с ним переписку установили. Там дети Ярла Николаевича Пестя в Москве. И говорит. Большая просьба молиться о сложных обстоятельствах в офисе РХР в Москве. В начале февраля в офисе РХР была внеплановая прокурорская проверка. В результате 14 марта выписали огромный штраф по пожарной безопасности. То есть огнетушитель там маленько не вовремя перезаправили. Ну что-то такое. 321 тысяча рублей. Штраф. Что себе. Понятно? И предписание по устранению в кавычках нарушений, которые требуют больших затрат. В прошлом летом такая же проверка не выявила никаких нарушений. Мы еще ожидаем решение от инспекции по уровню шума, с которой все началось. И очень нуждаемся в ваших молитвах и божьей защите. Они не православные, не в этом дело-то. Некоторые сейчас усыпятся, скажут, ну они не православные, а вы тут рекламируете. Ну, ладно, я не рекламирую. Вот так. Ну, помолимся. Да благословит их Господь. Они несут Слово Божие. И чтобы штрафов этих не было, Господь да сохранит их. Видите как? Вот радиопестия я сейчас сразу убираю отсюда. Ну и семья. Мы сейчас опять открываем. Дальше идем. Да, попутно я хотел к этому или нет два стихотворения дать своих. Так. Нас время лечит каплями забвения. Хотя и ноют шрамы по ночам. Боль отдаляется свидетелей все меньше и тех, кому за муки отвечать. Забвение – дар, которым засыпает кровоточащие страдания пылинкой. Тушуется в деталях наша память и корку цементирует песком и красной глиной. Но есть незаживающие язвы. И чем они свежее, тем доступней. Трагедию Иисуса представляем ясно. Пробиты длани, бок и прободлены ступни. То есть пробиты ступни. Те раны бередят, чтобы исцелиться. К ним прикасаются, кто веры чуждой жаждет. Чудной жаждет. И просветляются запачканные лица. Белее снега, бывшие чернее сажи. Строится кровь, и в нас втекают строки. О добровольных муках властелина. И делается узким путь широкий, Где пьяный рев, бы, там святые гимны. Был. Забвение невластно и преступно. Страдание и боль Христа, как бы сегодня. Смерть не смогла навеять запах трупный. И не подвластна времени и моде. Кровь в чаше поднимает архипастырь. Птенцы орлиные слетаются к святыне. Окраплены той кровью были в Пасху. Так кровь текущая и в холод не застынет. Боль и отчаяние лезут на Голгофу. Гордыня опрокинута, сраженная страданием. Вновь в молот падает тысячелетний грохот. И при сна матери беззвучные рыдания. В забвенье безысходность исчезает. И память о воскрешем обновится. Мы осолеем раны те слезами. В крови омытому зайти на небо чистым. Вот я попутно прочитаю. О чем мы говорим. Как мне это видится. 22.06.05. Да. И еще. С пространством неразлучен человек. Отмерено задолго до рождения. Доколе не покинет белый свет. И как бы растворится в подземелье. Сестра к себе сегодня пригласила. Отведать от ее привета и щедрот. Два этажа. Фронтон с высоким шпилем. Любому богатею нос утрет. А я потерянный по комнатам слонялся. И сжался по углам и этажам. И расчленял их комнаты на классы. По церковь с алтарем. Хозяева жемал. Она потом прочитала. Приходит ко мне и говорит. Да это ты, брат, это про нас написал. Я говорю, да. Мое жилище норка пискаря. В сравнении с Акульим полигоном. Подсчитывал. Пространство греют зря. Придут китайцы. Постольяльцев сгонят. Артисты, меценаты и хапуги. Грабители народа. Недр богатых. Хижи без топора и без надрения рубят. Рубят. Не для людей, а для скотовых гадов. Сквозняк. Величие надутого искусства. Пытается подделаться под святость. Но не секрет, что место это пусто. О возрождении не надо только вякать. Как дороги мои апартаменты. Разбитые на полки и плацкарты. Затарены кубические метры. Здесь храм. Столы разобранные на парты. Да. Столы разборные. Да, разборные. То есть я легко убираю опять. Конечно, боком нужно проходить. Между кроватями. Забраться на палате. Здесь ждет меня арест и обыск впереди. Ограбит КГБ и тюрьмами заплатит. Пространство узкое и узок царства вход. Не гладкий, а тернистый путь обещан. Ужмемся. Потеснимся. Ляжем в гроб. В каком пространстве мы воскреснем вечность. 23-е, 10-е. Ты догадался, где я был это? Да, это у Нины. У Нины Александровны Жолгеровой. Вот я немножко тут развлек тебя с чем. И она пришла и говорит, вот так-то. Вопрос 3807, 26-й том, открытым оком. Если вы говорите, что вопрос женитьбы из-за мужества настолько важен и важнее его только покаяние, обращение ко Христу, то как молодым разобраться, если этому нигде не учат? Может, нужно какие-то курсы организовать для молодых? Вполне согласен. Ответ. Домострой все это уже провел на практике. А до него по этому вопросу были прожиты целые тысячелетия. Изобретать тут и нечего. Сватали родители или сваты. Выходили замуж, никогда даже не видев глаза жениха до толи. Судей 14.3. Отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных? Кому это сказано было? Самсону. Самсону. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. То есть она никогда его не видела, не знает и все. И сразу пойду. Просто не выламывалось ничего. И отпустили Ревеку, сестру свою и кормилицу ее, и раба Аврамова, и людей его. И благословили Ревеку и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. И встала Ревека, и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. БМВ свое было. И раб взял Ревеку и пошел. Стих. Отворяют дверь соседи, улыбаются. Привет. Если ты за Таней, Федя, то невесты дома нет. Даже в школе, даже в школе разговоры шли порой. Что там смотрят комсомоли? Это дружба, ой-ой-ой. Стоит вместе появиться, за спиной уже хи-хи. Иванов решил жениться, записался в женихи. Мальчик с девочкой дружил, мальчик дружбой дорожил. И не думал он влюбляться. И не знал до этих пор, что он будет называться глупым словом ухажер. Чистой, честной и открытой дружба мальчика была. А теперь она забыта. Что с ней стало? Умерла. Умерла от плоских шуток, злых смешков и шепотков. От мещанских прибаутков, дураков и пошляков. 1975 год. Сергей Михалков. Который гимн написал отец Никиты, режиссера. Притча 22.6. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Следующее. Мы любим и любви не ценим, и жаждем оба новизны. Но мы друг другу не изменим, мгновенной прихотью полны. Порой, стремясь к свободе прежней, мы думаем, что цепь порвем. Но каждый раз все безнадежней мы рабство наше сознаем. И не хотим конца предвидеть, и не умеем вместе жить. Не всей душой возненавидеть, не беспредельно полюбить. О, эти вечные упреки! О, эта хитрая вражда! Тоскуя оба одиноки. Враждуя близки навсегда. В борьбе с тобой, изнемогая, и все же мучительно любя, Я только чувствую, родная, что жизни нет, где нет тебя. С каким коварством и обманом всю жизнь друг с другом спор ведем. И каждый хочет быть тираном, никто не хочет быть рабом. Меж тем, забыться не давая, она растет всегда, везде. Как смерть могучая, слепая, любовь подобная вражде. Когда другой сойдет в могилу, тогда и поймет один из нас, любви безжалостную силу, тот страшный час, последний час, Мережковский какой-то. Как будто сегодня написано. Дальше. Сирахов 48, 22, 23. Но ты, Соломон, наклонил чресла твои к женщинам и поработился им телом твоим. Ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих. И они горько оплакивали твое безумие, что власть разделилась надвое. И от Ефрема произошло непокорное царство. Ох, а за что? Дальше читаем, да? Да, считаем дальше. Отец мой пил, скрывая это. Вернее, пытаясь это скрыть. Придя домой, он брал газету, спешил сейчас же закурить. Он трезво выглядеть старался и притворялся сколько мог. Он не ругался и не дрался, и лишь дышал немного в бок. Что вы говорите? Урок уроком, школа школой. Но было так и потому, что знал я норовоца веселый. И как-то ближе был к нему. И я, откладывая книжки, уже предчувствовал скандал. И с убежденностью мальчишки решал, прощал и осуждал. Какие пройдены дороги, но словно все это вчера. Я вижу, как учу уроки и как печальные вечера. Отца все нет, тоскливо. Осень. И мать, забившись в уголок, сидит и вдруг, бывало, спросит. А ты не будешь пить, сынок? И до сих пор с тревожной думкой. Сидит обычно мать моя, зато наполненная рюмкой, что поднимаю в праздник я. Константин Ваншенкин, 1953 год. Ты его не слышал никогда? Нет. С трудом прочитал. Потом посмотришь. Притчи 24, 30, 34. Можно сказать, почти современник наш. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека оскуда умного. И вот, все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивой, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Это 26 том, я тут про поэтов, и на каждый вопрос отвечают 6 поэтов и 6 эпиграфов. Засни, дитя, спи, ангел мой, мне душу рвет твое стенанье. Ужель страдать и над тобой? Ах, тяжко и одно страданье. Когда отец твой обольстил меня любви своей мечтою, Как ты пленял он красотою, как ты, он прост, невинен был. Верялось сердце без защиты, но он неверен, мы забыты. Когда покинет легкий сон, утешь меня улыбкой милой. Увы, такой же сладкой силой повелевал душе и он. Но сколь он знал к моей напасти, что все это покорно власти. Мое он сердце распалил, чтобы сразить его изменой. По что с своей переменой он и его не изменил. Моя тоска неутолима, люблю, хотя и нелюбима. Его краса в твоих чертах, открытый вид, живые взоры. Его услышу разговоры, я скоро на твоих устах. Но, ах, красой очарователь, мой сын, не будь, как он предатель. В слезах у люльки я твоей, а ты с улыбкой почиваешь. О, дай, творец, да не узнаешь печаль подобной моей. От милых горе нестерпимо, да пройдет страшный жребий мимо. Навек для нас пустыня свет, к надежде на пути закрыты. Когда единственным забыты, нам сердца здесь родного нет. Не нам веселье земное, во всей природе мы лишь двое. Пойдем, мой сын, путем одним, две жертвы урока злополучны. О, будем в мире неразлучны, сносней страдания двоим. Я нежных лет твой хранитель, ты мне на старость утешитель. 812 год, Жуковский. Василий Андреевич, друг Пушкина, он на могиле, на угроба его был, поэт такой. А сам был неврачным сыном. Ну и дальше. Притча 30.17. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, Выклюют вороны дольние и сожрут птенцы орлиные. Следующее. Есть три заветных песни у людей, и в них людское горе и веселье. Одна из песен всех других светлей, ее слагает мать над колыбелью. Вторая. Тоже песня матерей. Рукою, гладя щеки ледяные, ее поют над гробом сыновей. А третья песня. Песни остальные. Расул Гамзатов. Еремея 6.26. Дочь народа моего, опояжь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся, как бы смерти единственного сына. Горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Матфея 2.18. Глаз в раме слышен. Плачь и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Следующее. У Ванюши непахана пашенка. Закружила Ванюшу Наташенька. Что ни день у зеленого зельника он встречается с дочкой мельника. Осыпает он девушку ласками, ублажает красивыми сказками, развлекает ее разговорами про любовь да про разные стороны. А в селе, у колодцев, как водится, где досужие кумушки сходятся, все уже решено окончательно. Дескать, парень и впрямь завлекательный. Дескать, свадьба предвидится знатная. А на деле случилось обратное. Заседание в ячейке назначили, Ваньке выговор примастачили. Припаяли ему внушение, что вошел с кулаком в сношение, что в июньскую полночь синюю искривил комсомольскую линию. Присмолили ему, примастачили, в протоколах про все обозначили. Не хайди на чужую околицу, не зарись на кулацкую горницу. 28-й год, Исаковский. Исаковский Михаил. Первое царство, 18-23. И передали слуги Саулове в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид, разве легко кажется вам быть зятем царя? А я человек бедный и незначительный. Вот, просчитали, это один вопрос только. Все? Все? Да. Ну вот, все, больше всего только три. Богу слава за все. Сейчас я спрошу, кто у нас тут был. Тур. Тур. Тур.